Когда томаты находятся в фазе формировки и скоро начнется плодоношение, нужно относиться к кустам очень трепетно и ухаживать за ними с максимальной нежностью. Чтобы не испортить свои насаждения, нужно формировать их и удалять листки правильно. В целом, удалять листья с томата и оставлять только плоды можно и нужно. Но удаление листьев вызывает у растения большой стресс, и тогда томаты могут подвергаться серьезным болезням из-за ослабленного иммунитета. У томатов на грядках после двух месяцев роста необходимо оборвать семидольные листики и первые два листка. Все остальное нужно оставить на месте, чтобы они защищали куст от солнца, ветра и других факторов. Посмотрите на свой куст. Видите первую кисть? Для первой кисти всегда нужно оставлять всего один листик. Так растение будет лучше получать питательные вещества. Затем находим вторую кисть. Между первой и второй всегда должно оставаться 2-3 листка, которые будут сигнализировать о дефиците или переизбытке удобрений для растения. Чтобы на каждой кисти урожай был максимальным, после достижения кистями своего максимального размера, нужно удалять все листья между ними. Витамины и минералы будут концентрироваться на плодах, и они быстро дойдут до нужного уровня спелости. Когда начал наливаться плод, рекомендую оставить примерно 30% листьев между кистями. Без них на куст будет просто грустно смотреть, и он будет более подвержен болезням и негативным факторам окружающей среды. И еще. Каждый случай по-своему индивидуален. Место посадки, климат и другие факторы отличаются. Поэтому я рекомендую вам поэкспериментировать на основе моих советов несколько сезонов, посмотреть на результат и выработать для себя идеальную стратегию удаления листьев на томатах.